Настройка рабочего стола KDE в Gintu Linux В данном блоге я покажу, как настраиваю рабочий стол KDE, прикладной софт общего пользования. В предыдущем видео мы устанавливали систему, теперь впервые ее запускаем самостоятельно, без загрузочной флешки. После появления меню авторизации рекомендую выбрать графический сервер X, так как проприетарный драйвер Nvidia совсем недавно получил поддержку Violent и на моем опыте его работа не отличается стабильностью. Итак, мы зашли в KDE. Далее вся настройка рабочего стола является моей вкусовщиной, моя задача просто показать свои предпочтения. Перемещаю панель вверх. Я делаю так, потому что у всех программ вкладки сверху, меню сверху, все основные кнопки сверху. Это снижает время пути мыши по столу. Выбираю темное оформление KDE. Я работаю у себя дома, освещение в комнате плохое. Часто работаю в темное время суток. Темное оформление комфортнее для моих глаз. Выбираю только значки. Обычно панели инструментов программ имеют только значки. Это достаточно логично и компактно. Убираю отображение заголовков окон. У меня монитор ноутбука 17 дюймов, это мало. Экономлю место. Закрытие, перемещение, сворачивание делается по горячим клавишам. Ставлю классический курсор, потому что он мне нравится. Меняю панель задач только значки на обычную. У меня нет заголовка, иначе нигде не показано название открытых программ или файлов. Убираю показ миниатюр при наведении на панель задач. Эта опция меня отвлекает. Ставлю не группировать, чтобы список был по очередности открытия. Ставлю сортировку вручную, так удобно что-то отделить, перетащив. Ставлю закрыть на действие средней кнопки мыши. Удобно, потому что у меня нет заголовков окна. Ставлю количество рабочих столов 4 в 2 строки. Привычка. Отключаю края экрана. Отвлекает. Ставлю смену рабочего стола при перемещении окна. Отключаю блокировку экрана. Для работы дома не требуется. Задаю горячую клавишу на вызов строки поиска. Meta F2. Так как по умолчанию Alt Space в аддоне для Blender сверчок. Это вызов меню. Задаю запуск терминала консоль. По мета Enter. Задаю переключение рабочих столов. Ctrl Alt вверх, влево, вниз, вправо. Соответственно. Задаю переключение окна по рабочим столам. Meta Ctrl вверх, влево, вниз, вправо. Соответственно. Задаю переключение на рабочий стол по счету. Meta 1, 2, 3, 4. Соответственно. Задаю клавиши, чтобы распахнуть окно. Meta плюс F. Отменяю открытие меню по клавише Meta. Задаю включение нам лог при старте сеанса. Задаю сохранение переключений раскладки относительно приложений. Функция Must Have. Задаю каждый старт сеанса с пустого. Раньше этот выбор обосновывался нестабильностью восстановленного сеанса. Сейчас не знаю, ставлю по традиции. Отключаю звуковые уведомления. Потому что они мне мешают. Включаю переход баланса белого в темное время суток. Отключаю переход в ждущий режим. Переход в ждущий режим может произойти не кстати, например, во время рендера. Включаю службу принтера. Устанавливаю драйвер принтера. Задаю переключение раскладок N-ROOP по Caps Lock. Привычка. Задаю DPI размер интерфейса и шрифта. Для 4К-мониторов выставляю масштаб 200%. Смотрим основные сведения о системе. Общие настройки готовы. Настраиваю приложение консоль. Убираю все панели. Добиваюсь минимализма для экономии места на моем небольшом экране. Устанавливаю прикладные программы. Файловый менеджер DELFIN. Рендер видеопревью. Пакетный переименователь. Просмотрщик картинок. Архиватор. Просмотрщик документов. Программа соединения со смартфоном. Дополнение рабочего стола. Браузер. Запускаю файловый менеджер. У меня эта программа запускается по нескольку раз в час. Поэтому я ее закреплю на панели для быстрого доступа. На панель инструментов добавляю кнопку выше по каталогу. И убираю строку адреса. Для меня стандартная строка адреса удобней. Той, что на панели. Разблокирую панель инструментов для того, чтобы передвинуть ее на левую грань окна. И перемещаю. Задаю постоянное открытие домашней папки при запуске. Включаю панель фильтра. Панель фильтра must have. Далее в просмотрщике картинок выключаю показ видеозаписи. Колесико мыши ставлю в качестве пролистывания изображений. Фиксированный масштаб изображений must have опция. Отключаю OpenGL. С отключенным OpenGL переход моментальный. Совместно с предыдущей опцией очень удобно для сравнения соседних кадров. Отключаю панели для экономии места на экране. Завершаю приготовление файла подкачки. Добавляю новые виджеты. Виджет для загрузки ядер процессора. Дело в том, что не все программы имеют диаграмму процесса. И виджет помогает понять, что компьютер занят работой. Настраиваю менеджер буфера обмена. Поддерживать синхронизацию. Отключаю, сохраняю журнал. Включаю только при явном копировании. Включаю два раза. В итоге должно получиться такое поведение, что если вы копируете текст, Ctrl-C, а затем выделяете, то первое копирование будет в первом буфере, а следующее выделение текста во втором, независимом буфере. То есть получится два буфера. Я не смог добиться правильного поведения, выбирая опции в меню, поэтому скопировал старый конфиг менеджера буфера обмена. Пишите в комментариях, если вам нужно помочь с настройкой. Включаю службу Trim, чтобы следить за состоянием SSD. Какие блоки файловой системы свободны. SSD использует эту информацию для внутренней дефрагментации блоков и сохранения свободных страниц для быстрой и эффективной записи. Запускаю медиасервер. Далее показываю пример службы Systemd. Эту службу я сделал для отключения разгона процессора Turbo Boost, чтобы частота не поднималась выше 2.8 ГГц. Она выполняет команду при каждом старте системы. Своего рода автозапуск, авторан. Дело в том, что все тонкие ноутбуки страдают перегревом. В том числе и мой. Не покупайте тонкие ноуты. Добавляю переменную окружение. После перезагрузки приложений GTK, например Firefox, будут использовать файловый диалог в KDE. Давайте настроим Firefox. Открываем страницу About Config. Принимаем риски. Для поддержки интеграции KDE нужно добавить опцию Desktop Portal. Отключаем доступ веб-страниц к буферу обмена. Отключаем телеметрию. Отключаем Save Browsing. Отключаем аппаратное ускорение. Отключаем сохранение паролей. Дополнение, которое я использую. Установим пакеты, отмеченные как нестабильные. Это OBS для записи с экрана и Telegram. Нужно записать их с ключами нестабильных пакетов. Также записать зависимости, которые нестабильны. Портеж пишет, что для OBS нужен FFMP с флагом Opus. Поставим этот флаг. Теперь OBS и Telegram будут установлены. А на этом все. Далее будем устанавливать сам блендер. Спасибо за внимание.